Добрый день! Сегодня у нас интересная, но не очень новая головоломка. Называется MoU Container Puzzle. Компания MoU совместно с Тони Фишером, товарищем по имени Джин Клауд Константин, я такого не знаю, кто знает, напишите. Тони Фишер всем известен, его наиболее известный Фишер Куб, и тот же Фишер Скьюб, и тот же Скьюб Экстрим, все это он. Так вот, все они совместно создали вот такую головоломку. Контейнер Пазл. Также иногда его называют еще Скьюб Бокс, ну или Бокс Куб, Куб Коробка. Упаковочка вот такая вот обычная. Открываем. То есть это бюджетная упаковка от компании MoU. Инструкции здесь нет никакой. И вот сама головоломка. Лаконично, просто. Если не знать, что это Скьюб, то сразу и не догадаться. Эта головоломка появилась у меня примерно два года назад. И даже был запланирован анбоксинг под номером 70 с названием Контейнер Пазл. Но перед съемкой видео я его перемешал и не собрал. Это было два года назад, и я еще не глубоко погружался в тему Шипмодов Скьюбов. То есть, когда его перемешать, он становится достаточно страшным. И вот я его перемешал, сразу же не собрал. То есть, с первой попытки я где-то там ошибся, крутя эти пиф-пафы. И вот в таком виде его куда-то отложил. Далеко-далеко. И забыл. Время от времени он мне попадался под руки. В куче других головоломок. Я такой думал, надо бы собрать, разобраться. Но руки все не доходили. И вот, не так давно дошли. Я его собрал. Все оказалось не так сложно. Но интересные моменты есть. Мне уже практически все Шипмоды простых Скьюбов в наличии. И, возможно, к моменту, когда буду выпускать это видео, они уже будут в наличии. Скорее всего, так и есть. Поэтому тема достаточно раскрыта. Но если мы возьмем примерно так даже вышедший Фишер Скьюб. Тоже Скьюб. Вот у него тоже два обычных центра. Белый и желтый. И какие-то остальные элементы. Они в чем-то очень похожи. То есть, вот центры квадратные. И вот квадратные центры. Потом, вот эти двухцветные элементы. Это тоже центры. У Скьюба 6 центров должно быть. Вот обычный Скьюб. И должно быть 8 углов. Здесь углы. Это вот эти двухцветные элементы. Белый и какой-то цвет. Желтый и какой-то цвет. Центры двухцветные, но без белого и желтого. И здесь, в принципе, все так же. Да, и поэтому я, умея собирать Фишер Скьюб, без каких-то сомнений, взял и сразу перемешал контейнер куб. Контейнер пазл. Но суть в чем? Главное отличие. Вот это центр. Центр. Так же, как и здесь. Белый и желтый. Центры. Но углы здесь одноцветные. Этот треугольничек. Это угол. Так же, как и здесь. Но если здесь он бело-зеленый. Треугольничек. То здесь он просто зеленый. Причем он точно такой же, как угол с другой стороны. И, соответственно, здесь может возникнуть интересная ситуация, которая, возможно, меня тогда два года назад избила с толку. Если бы я чуть больше уделил времени этой головоломке, я бы, конечно, разобрался. Но что-то другое меня отвлекло. Поэтому прошло два года, и вот он снова здесь. Возможно, про эту головоломку все уже забыли. Он так интересно перемешивается. Сейчас, конечно же, соберем. Ничего здесь сложного нет. Но иногда вот эти вот странные формы, конечно, могут отпугнуть. В чем же здесь суть? Для начала, как и в обычном скьюбе, соберем вокруг белого центра четыре угла. Вот у нас синий уже стоит. Следующий должен быть красный. Видим, кого здесь. Какой-нибудь вот этот красный уголок. Как-нибудь его сюда поставим. Главное, чтобы еще крутилось все здесь. Вот так вроде крутится. Попробуем вот так поставить. Синий-красный. Дальше какой-нибудь зеленый. Это не он. Вот зеленый и оранжевый. Вот у нас четыре уголка стали на место. И, как на обычном скьюбе, если мы сделаем то же самое, вот у нас собраны четыре уголка вокруг одного центра, если присмотреться, сверху как бы хаос. Но над бело-зелено-красным уголком у нас все равно стоит желто-зелено-красный. Зелено-красный, зелено-красный. Зелено-оранжевый, зелено-оранжевый. Пусть и в разной ориентации. А вот оно все так есть. Присмотримся здесь. Над синим углом стоит зеленый. Над красным углом оранжевый, над зеленым синий и над оранжевым красный. В обычном скьюбе такой ситуации быть не может. И, соответственно, если не прослеживать вот эти зависимости, то можно и задуматься. Все дело в том, что какие-то из этих углов на самом деле нет белого центра. И чтобы это как-то изменить, мы можем просто пересобрать первые четыре угла как-то по-другому. То есть у нас красный стоял здесь. Давайте поставим его сюда, поскольку у нас есть второй красный. Ставим. Ставится криво. Развернем его на месте. Вот мы поставили новый красный. Теперь, шагая от него, соберем все остальные. Зеленый. Оранжевый. Так, чтобы не ломать. Так, нет. Вот так, оранжевый. И синий. Видим, здесь синий уголок стоит. Его надо развернуть. Так, еще разок. Ну, здесь что-то приходится делать почти на ощупь. Вот. Так. Ага. Я что-то здесь испортил. Одно мгновение. Вот так. Все починилось. Синий, красный, зеленый, оранжевый. И что мы наблюдаем теперь? Над оранжевым углом оранжевый угол, над синим синий, над красным красный и над зеленым зеленый. То есть ситуация, как и должна быть на обычном скриве. И, соответственно, вот этот вот, как бы, паритет, на самом деле, псевдопаритет, он решился. Вполне интуитивно. Дальше, ну, не совсем очевидно, каким образом разворачивать вот эти уголки. Напомню, что на обычном скриве может быть как вертолет, то есть четыре угла нужно разворачивать, так и может быть восьмерка, где нужно развернуть только два угла. Нетрудно догадаться, что если наперекосяк ставить все четыре угла, то это будет вертолет. Теперь нужно подумать, какой стороной этот вертолет держать. То есть у нас в обычном скриве нужно взять глазами вправо, уши слева. Да, и, соответственно, за один пиф-паф здесь соберутся углы. Но присмотреться, если мы посмотрим, что вот этот угол должен быть против часовой стрелки повернут, и вот этот тоже против часовой. Здесь глаз, а здесь ухо. То есть перед нами должны быть два угла, которые поворачиваются против часовой стрелки. Ну и, соответственно, здесь мы пытаемся их найти. Можно, конечно, рандомно делать пиф-пафы, и с восьмеркой проще определиться. Но можно и чуть-чуть посмотреть. К примеру, вот этот уголок, оранжевый, если его повернуть против часовой стрелки, он станет правильно. Очень на это похоже. А этот, если повернуть по часовой, он, скорее всего, будет ставить правильно. То есть это не то, что нам нужно. Смотрим вот этот, следующий угол, красный. Если его повернуть, а где? Вот синий уголок. Если его повернуть против часовой стрелки, то велика вероятность того, что он станет правильным. То есть здесь на этапе ориентации уголков мы находим два угла, которые нужно развернуть против часовой стрелки, и делаем обычный пиф-паф. Еще здесь смущает, что вот такие вот центры, они выглядят немного странно, и этим могут сбить. Да? Здесь надо быть аккуратным. То есть два угла вокруг вот этого центра нужно разворачивать. Не вокруг, но рядом с ним. То есть делаем пиф-паф. Сделали мы пиф-паф, и видим, что действительно все уголки правильно ориентировались. Была бы восьмерка, то было бы еще проще. Там было бы у нас два угла уже стояли правильно, и с двумя ориентироваться чуть проще. Если мы посмотрим на восьмерку, вот она. У нас вот этот угол нужно по часовой стрелке развернуть, а вот этот против часовой стрелки. То есть стандартное положение, в котором мы делаем восьмерку, это именно вот такое. Да? Вот эти два угла стоят правильно, а справа от нас нужно повернуть по часовой стрелке. Второе положение против часовой стрелки. Но обычный пиф-паф мы начинаем делать именно с такого. Сделаем пиф-паф, и дальше, да, здесь получится все разнобой, как у нас и было, но здесь уже ничего предугадывать не надо, просто делаем перехват и еще один пиф-паф. И соответственно уголки ориентируются. Дальше, конечно, все выглядит страшно, но в методике для начинающих нужно сначала желтый центр поставить вот сюда. Это делается при помощи двух пиф-паф или стандартного юперма. Сделаем пиф-паф. Начинали с этого центра, перехват на 180. Но если мы ставим желтый наверх, то перед нами желтый и должен оказаться. И вот уже что-то похожее у нас начинает получаться. Поясню на обычном скрипе, что я сделал. И вот этот центр переставил вот сюда. Для этого сделаем пиф-паф отсюда, и пиф-паф отсюда с перехватом на 180. Желтый стал сверху. И соответственно дальше нужно расставить все центры по местам. Мы видим, что зелено-красный на месте стоит, а остальные нужно переставить. Здесь, ну если ситуация, где ни одного нет, то делаем юперм из любого положения. И получаем, что один на месте, и три надо переставить. В обычном склюбе мы брали так, что перед нами должен быть центр противоположный с углами. То есть центр, который должен пойти назад. При юпермии у нас переходит этот центр назад, задний вверх, верхний вперед. То есть можно это отследить. Смотрим. Правильно стоящий, зелено-красный, он у нас стоит на своем месте, но неправильно развернут. Мы расположим снизу и смотрим. Синий-красный должен пойти вперед, зелено-оранжевый назад, синий-оранжевый вверх. Все правильно. Значит из этого положения, зелено-красный вниз, делаем юперм. То есть пиф-паф один. Главное здесь не запутаться. Перехват. И пиф-паф второй. И смотрим, что у нас получилось. У нас получилось, что один центр правильно ориентирован, три других нет. Ориентация белого и желтого не важна. Что здесь можно сделать? Можно как на TwisticeCube попробовать решить. В принципе алгоритмы те же. Шесть пиф-пафов нам развернут два центра вот так и два вот так. То есть если мы возьмем таким образом, развернутся два вот этих и вот этот с этим. Нам нужно развернуть три, поэтому верхний у нас будет желтый, ориентация его не важна. Так что нам не жалко его развернуть. Соответственно отсюда делаем шесть пиф-пафов и все будет хорошо. Буду держать немножко под углом, чтобы не запутаться. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. Четвертый пиф-паф. Пятый. И шестой. Я особо не тренировал эту головоломку. Пару раз собрал. До конца разобрался, что здесь к чему. И вот. Ну, перед тем, как записывать полноценную обучалку, я, конечно, потренируюсь получше. Быть может, даже соберу на время. Но, учитывая, что вот эти вот две головоломки стоят достаточно дешево, и они интереснее, чем многие другие шип-моды скьюбов. То есть интереснее, чем тот же скьюб экстрим. Интереснее, чем твистый скьюб. То есть, по сути, твистый скьюб мало чем отличается от скьюба экстрима. Он только проще. Да, он, конечно, меняет свою форму, но его так же собираешь, как обычный скьюб, и потом разворачиваешь центры. Здесь же, на двух вот этих шип-модах, нужно немножко еще подумать. Причем на контейнер-пазле подумать чуть побольше, поскольку одинаковые уголки иногда добавляют сложности в сборке. Вот такой вот интересный пазл. Ничуть не жалею, что спустя два года нашел ее в своих закромах. Рекомендую для тех, кто любит поломать голову. Вращение достаточно приятное. И вот, если вот немножко посвятить ему времени, да, то вполне можно разобраться самостоятельно. Ну, если у вас, конечно, есть какой-то опыт для сборки шип-модов. Там, где нужно разворачивать центры. Да, и я знаю, мне в комментариях под твисте скьюбом писали, что для разворота двух центров можно использовать немножко другой алгоритм. Поэтому, на всякий случай, сейчас я его покажу. То есть, если... Ну, я покажу его на обычном скьюбе. Для того, чтобы развернуть вот этот и вот этот центр, мы делаем два пиф-папа. Тем самым получаем вот такую ситуацию в средней сары Y2 и еще два пиф-пафа. Ну, тут мы ничего не видим, но на шип-модах развернется два вот этих центра. Это полезное такое знание. Если его немножко модифицировать, к примеру, с таким сетапмолом, наоборот, с таким сетапмолом, да, с таким, можно разворачивать два вот этих центра. То есть, если нужно развернуть два вот этих, делаем сетапмол так, чтобы они стояли напротив, делаем два пиф-пафа отсюда, Y2, еще два пиф-пафа, ну и, соответственно, отменяем сетапмол. Ну, это для тех, кому интересно. Хорошая головоломка, доступная и качественная. Компания Мою очень хорошо сделали, что выпустили вот эти две бюджетные, но заставляющие подумать головоломки. Молодцы. Пусть делают так еще. Ждем чего-то интересного. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok